Завершил я свой проект, работу тут у себя, Аланское наследие. Вы его и так уже видели, просто мне нужно было сделать краткое описание, что символизируют все эти солярные символы. Как я говорил, суть у них у всех одна. Ислам – это наш древнейший символ нашей духовно-религиозной культуры, который был распространен не только на Северном Кавказе, когда еще к нам не проникли другие религии, такие как ислам, и христианство, и другие конфессии. Эта культура, этот символ был распространен по всему миру. И еще раз хочу всех предупредить, что никакого нацистического нацизма этот символ не имеет, так как вы знаете, что очернил его Гитлер в своих целях и планах, которых вы все знаете. Но стоит вам лишь только набрать в поисковике солярный символ свастика в быту у буддистов, в буддизме или на груди, свастика на груди у Будды. И вы поймете, что это очень древний символ, который несет в себе очень глубокие знания о происхождении нашего мира, сотворении нашего мира и сотворении нашей духовной сущности. И по завершению своего проекта под этими всеми символами мне нужно было написать, что символизирует этот солярный символ. И прежде всего донести, что символизирует наша духовно-религиозная ланская древняя религия, культура, которая была распространена на Северном Кавказе, и не только, которую сохранили потомки Осетина, Ланы. Это религия Асса, Дин, носителем которого я являюсь. И есть, как вы знаете, у нас традиционный Асс-Дин, есть Уасс-Дин, который переводится «благовесть». Я носитель именно движения Асс-Один. Суть у них у всех одна, как я говорил. Просто разный подход к образу жизни человека. Суть была в том, чтобы донести, как можно больше знаний, которые несет в себе это понятие Асса, которое еще упоминается в Древней Священной Весте. Если вы начнете изучать Древнюю Весту, то все наши духовно-религиозные понятия, которые мы сохранили, в том числе в нашем языке, такие слова, как Воздан, Ездон, Изат, Ахдау, в том числе и Асса. Понятие Асса – это происходит от слова Арта, огонь, божественный, вездесущий огонь. И если взять вот эти слова все наши, в том числе и фарн, небесная благодать, то синоним у них у всех один. И лично мое движение духовно-религиозное именно пишется на латинице, как вы сейчас видите тут. Почему? Потому что 2С образует четырехлучевой солярный символ. И если вам тут видно, в каждом луче изображен определенный цвет. И помимо того, что основной наш символ Асса-1 является трехлучевой солярный символ с тремя традиционными триколором, что символизирует Абсолют Всевышнего. Ну, в общем, это долгая тема. Я лишь просто на поверхности вам говорю, что он символизирует. Это и отражается у нас в нашем священном обычае три пирога. Вот это тоже один из символов. Асс-1 сейчас я вам покажу. Вот. Такой вариант. Так вот, пишется он на латинице. И по завершению своей работы проект Таланское наследие мне нужно было подробнее вам донести, объяснить, что символизирует именно суть всех солярных символов. Как я сказал, суть у них у всех одна. И вот вам вариант буддийской свастики с четырьмя лучами. И как вы видите, в каждом луче определенный цвет. И что он символизирует? Это... Сейчас я вам зачитаю. Свастика символизирует пять первоэлементов. Первый огонь красный. Красного цвета. Ветер зеленого цвета. Вода синий. Земля желтый. И белый. Это эфир. То есть огонь вездесущий. И который есть везде во всем то, что мы называем. Создателем и разрушителем. Который есть в каждом из этих элементов в разных степенях его сгущения. Поэтому наши предки почитали так огонь. Это и есть дух. Это и есть то, что мы называем единой божественной любовью, абсолютом. и это и символ сотворения нашего мира и сотворения нашей духовной сущности. И вот здесь ниже я написал, что свастика есть душа, вернее, схема принципиального устройства души. Вот это этот солярный символ и символизирует в названии нашей религии Ассадин. И поэтому он пишется на латинице. Это ему придет больше глубины. И меня также часто спрашивают, что обозначает религия Ассадин. Ассадин, как я говорил подробно о ней упоминается в священной вести. Асса – это производная из слова арта, то есть божественный огонь. Там это переводится как благорожденный, богоподобный, несправедливый воин света. И как я говорил, суть у них синоним у этих у всех слов одна. Это есть и божественная любовь и осознание себя как частицу Бога. И чтобы более глубже вам раскрыть глубину этого солярного символа, тут на плитке я выписал из источника тайной доктрины Балавадской. древнейший. Давайте я вам зачитаю. Самые древние, первые материалистические символы, последовательно вшедшие в эволюции мирозданий духа и материи от начала сотворения мира. вот мы видим круг. Круг это и символизирует абсолют то, что мы называем единой божественной любовью вечной, бессмертной, у которого нет времени. Это есть обозначение абсолюта, символ круга. Когда мы обращаясь к Всевышнему произносим звук О или после молитвы произносят Омми, это и символизирует этот абсолют. И наши три пирога и символизируют Всевышнего. Точнее абсолют. Нужно разобраться с традиционалистом с терминами, потому что Всевышний Хуцав это не есть абсолют. То есть абсолюту нет определения, так как это есть все, это есть в каждом из нас, как мы есть одно единое, целое, неразделимое. Если любую материю разложить на молекулы, на частицы там ничего нет, и все, что после этого, любое определение, после абсолюта, это уже есть порождение ума, через который мы познаем этот абсолют, единство. Но чтобы его познать, как в Библии говорится, когда Адам вкусил запретный плод, когда его Всевышний сослал на гречную землю, это есть вкусить плод древа мудрости познания или познать грех. И чтобы этот абсолют, это единство, эту божественную любовь нам познать, нам и дается этот ум. И так и произошла наша эволюция. И когда говорят, что мы многобожники, это неправильно преподносится, потому что с эволюцией возникли все духовные принципы. Я не буду подробно углубляться, но основных, как вы тут видели, пять первоэлементов стихии, из чего мы сотворены и через что мы познаем и приходим к пониманию абсолюта. И вот далее мы видим в центре круга точку и когда мы ставим священным нашим обычай три пирога на стол в центре точка, это и символизирует эти три пирога и вот то, что вы сейчас видите, это из источника тайной доктрины Лавацкой точно так же мы ставим три пирога на стол с точкой в центре, потом после молитвы мы разрезаем крест накрест накрест сначала идет горизонтальная линия это уже материалистический когда с эволюцией дух материализовался приобретал грубую форму его пересекает потом вертикальная линия и вот дальше идет крест и солярный символ так и возникла наша с вами эволюция на самом деле у абсолюта нет времени как вы поняли нет прошлого нет будущего а все живет и прошлое и будущее в настоящем и все что с абсолютом возникло это есть порождение ума и на самом иллюзия и куда вы не пришли вы придет только к одной истине абсолют это есть вечная божественная любовь вот когда вы если когда вам дано было всевышним испытать это чувство когда вы через объект своей любви будь то к семье или к определенному человеку не просто как материальному грубой материи когда вы через свой источник любви любите всех вокруг и любите все сердцем у вас чувство благодарности возникает это есть на самом деле истинная молитва молитва сердца но на самом деле как вы поняли все что все эти семь богов все многобожие если все взять на самом деле все это порождение ума и в итоге своего пути мы все равно приходим к тому к абсолюту но и нельзя отрицать это все потому что через это все чтобы нам понять абсолют нам нужно все это познать и хотел бы еще уточнить что такое тогда хуцав если это не абсолют хуцав это есть уже творец когда в абсолюте появляется точка это есть этот творец и боги семи божьи почему почитали наши предки семи божьи вот это есть то с чего мы сотворены семь принципов это пять стихий пять элементов и главный из которых огонь как я сказал духовный огонь эфир и все они вместе как один нужно воспринимать как один вот как мы разрезаем три пирога на восемь частей на семь или семь цветов радуги и нужно это воспринимать как один это и несет в себе это название хуцав всевышний творец но это не есть абсолют абсолют это без названия без определения или как говорят у него бесконечность имен в каждой религии об этом говорится многие так же ошибаются что мы не можем говорят быть богами но если нас все взять то мы абсолютны то есть в каждом из нас это мы не есть боги пока есть наш ум пока мы умом своим ограничиваем это единство и разделяем себя мы не есть боги но когда мы начинаем понимать и видеть абсолют божественную любовь как одно единое целое то мы растворяясь в этом едином мы приобретаем мы начинаем осознавать это единство этот абсолют и мы тогда становимся богами когда мы осознаем наше единое от единого не все могут воспринимать это к этому надо прийти порой даже не через одну жизнь очень много жизни есть разные вариации солярных символов и суть у них как ну одна но каждый ему придает свое какое-то значение определенное и идеологию суть Продолжение следует...